Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда. В результате может вообще ничего не остаться. Известно, что обычай праздновать день 1 мая по старому стилю в Москве идет со времен Петра Великого. Особенно шумный этот день отмечался городскими жителями в Сокольниках. Близ этого места было первое становище немцев, вызванных и добровольно приехавших в Россию. Они селились в немецкой слободе, ранее известной под финским названием Кукуй. Позднее Петр I поселил в близ Сокольничьей роще пленных шведов, которые знали какое-нибудь ремесло и дал им в обучение русских мальчиков. Здесь 1 мая император угощал немецких и шведских мастеров по обычаю их страны. Эти праздненства стали очень популярны среди русских и из немецкого праздника превратились в русское народное гуляние. В Москве за рекой Яузой стоял Головинский дворец. В этом дворце любила останавливаться Анна Иоанновна. Рассказывает, что когда императрица первое время приезжала во дворец, то перед ним лежал только один большой луг. Как-то гуляя со своими приближенными по этому лугу, Анна Иоанновна сказала, что тут было бы очень приятно гулять, если бы здесь была роща, в тени которой можно укрываться от солнца. Через несколько дней в Головинском дворце должно было состояться какое-то торжество. Рано утром императрица подошла к окну, чтобы посмотреть, какая стоит погода. Она была поражена, так как из окна была видна обширная роща из старых деревьев. Императрица потребовала объяснения такому чуду. Ей доложили, что придворные, выслушав ее пожелания о роще, в тот же вечер разделили весь луг на участки и распределили их по жребию. В ночь, накануне торжества, каждый придворный со своими слугами засадил свою часть участка красивыми деревьями. Говорят, что еще в середине 19 века на некоторых деревьях можно было видеть имена придворных, которые их посадили.